Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багиры. В прошлом году я начала формировать спираль из своего тиса ягодного. И вот сейчас у нас середина июня он дал новый прирост прекрасный. Особенно поверху видно вот сантиметров 20 некоторые, некоторые поменьше и внизу естественно чуть-чуть еще меньше. Так что будем сейчас его немножечко облагораживать и немного будет его форма более приближена к тому, что хочется сделать. Значит, как любое растение, когда оно растет, оно более сильно имеет верх. Поэтому мы видим, тогда была первая стрижка и еще не так сильно была видна форма. А сейчас видно хорошо, что вверх у нас вот особенно эта спираль, вот эта вот, эта часть, она вот тут очень сильная. Поэтому тут будем сильнее сокращать ширину, вот, а внизу будет меньше, как бы больше как прищипка идти. Ну и естественно самую верхушку снимаем. Значит, прошлая была обрезка, вот по ним хорошо видно как раз вот здесь. Здесь, вот, вот тут. Собственно, это мы все и срежем, потому что он сильно большой не будет, мне тут не нужен большой. Мы тут ходим и это будет не очень хорошо. Поэтому срезаем сначала все большие, что нам точно не надо. Потом будем немножечко обрезать, которые идут поменьше, чтобы не срезать сразу много. Потому что оно, конечно, вырастет, но все равно. Единственное, что его вблизи не так хорошо видно, поэтому я, скорее всего, когда все постригу, то это будет не окончательно, немножечко потом еще форму придам. Потому что надо отходить, смотреть, пока делаются вот эти вот, именно задается форма. Значит, вот пока рассказывала это. Значит, срезаем вверх, не ровно просто, это будет некрасиво, а слегка вот так закругляя, закругляем. Если у нас выросли вот так совсем малюсенькие побеги, и они пока идут, вот тут будет еще шапочка, то их пока оставляем, это не трогаем. Это, скорее всего, в конце лета можно будет. А вот с этой стороны, так, заднюю вам не видно, но сюда заходит спираль. Вот мы ее начинаем вот так формировать. Значит, срезаем сначала вверх. Что-то срезается из старого, что было, были оставлены в прошлом году, или они выправились и стали выше, вот, или они просто было тогда еще незаметно, так как первая стрижка. Поэтому что-то срезается из старого прироста. Что делаем здесь слегка такую округлую форму. И вот то, о чем я говорила, эта сторона у нас очень толстенькая. То есть мы простригаем сейчас нашу спираль. И вот это надо теперь вот так округло сделать. По всем остальным сторонам это будет точно так же, но это просто очень хорошо сейчас видно. Вот у нее приходится буквально, если вырос побег какой-то, ну вот, к примеру, вот их три вертикально выросла, и вот тут сбоку еще есть. Мы вот эти все-таки вот так срезаем, делаем уже округлую форму, чтобы это было симпатично. Чтобы он не разрастался в сторону, потому что место, где я сейчас стою, вот эта вот корзиночка, тут обычно стоит соседская мусорка, поэтому надо, чтобы он не мешал соседям. Наша стоит сзади, как раз он закрывает, так что нам хорошо в данном случае он тут придумала посадить. А тут надо, чтобы и людям не мешал, и в то же время, чтобы ему был просвет и был свет, потому что обычно она стоит здесь все время. Вот, возможно, она будет сокращаться еще здесь в ширину. Мне сейчас вблизи не видно, но приблизительно так. Задаем форму и идем сюда дальше. Я буду отсюда, потому что так лучше... Да, низ еще ее тоже сразу можно. Здесь также сначала все большие. Тис не так медленно растет, поэтому с ним, даже если что-то где-то срезали больше, не так, как нам хотелось, то это можно поправить даже в течение года. Вот здесь, пока он не был прострижен первый раз, вот эти вот были, как-то смотрели там в стороны, слабые. Сейчас они хорошо определились, что идут сюда. Вот такие веточки. Вот это вот наклоню. Вот. Их надо сейчас вот так поприщипывать, чтобы они начали ветвиться, и тогда они будут вот еще такая же. Она или поднимется, мы ее сейчас обрежем, или она поднимется выше и будет здесь делать вот эту вот нашу дорожку, скажем так. Или она сюда будет в ширину расти, но... И делать саму спираль. Но тоже нужно. Вот есть довольно слабенькие. Вот, то есть, тут получается дырочка. Поэтому вот это все тоже так. Возможно, чуть больше, чем надо было бы. Но она слабая, вихляется вот так, не особо держит форму. Нам надо, чтобы здесь на ней наросло что-то, и она будет более сильная. Тогда, возможно, тут еще срежется. Так что так простригаем эту дорожку, которая нам нужна. И идем дальше. Сейчас обойду. Не забываем, что дорожка у нас не ровно идет, а вот так наискось. Если у кого-то зарос сильнее или просто плохо видно, где надо стричь, можно опять проложить, как при первой стрижке прокладывали веревочку, обкручивали, и это будет видно. Так, она вот так идет. Не видно. Сейчас я отойду, посмотрю, потому что мне вблизи плохо видно. Вот она, вот эта часть. По-моему, это лишнее. Лишнее. Так, то же самое все. Низ, конечно, не так хорошо сейчас будет выглядеть, как верхняя эта спиралька, потому что он слабее в росте. Но так как мы остановили, сейчас верхушку срезали, остановили рост там, то он сейчас начнет расти. Так. И вот у нас. Я заднюю сторону сейчас не буду, поэтому мне не совсем хорошо видно. Но если я буду стричь заднюю сторону, вы там ничего не увидите. Смысла в этом нет. А мне из-за этого просто хуже видно. Вот. Самая проблемная вот эта вот спираль округлась, это вот эта. Она, конечно, уже хорошо заросла по сравнению с прошлым годом. Тогда были более длинные здесь все веточки. Они такие пушистые. Но все равно у нее, значит, обязательно, если хотим здесь округлость, то срезаем так низ. Опять же, иногда даже то, что выросло, потому что выросли на концах, нам надо сделать их более пушистыми. Длинные. Спасибо. Спасибо. вот эта часть пока не очень видна сама спиралька часть спирали но она обрастет и тогда в конце лета скорее всего вернемся и еще обрежем вот опять слегка пустоватая часть но она зарастет здесь сейчас я на нее немножечко посмотрю с краешку со стороны вот тут мы ее еще выстрижем вот будет глубже а тут начнет расти ну в общем все на данный момент потому что ту часть не видно заглядываем еще вот так внутрь вот те что я говорила слабые их слегка прищипываем вот на данный момент все значит я его в принципе еще немножечко он может подрасти поэтому такая высота если вы выбрали что высота вот уже такая будет именно будет у готового тогда надо чуть-чуть еще срезать еще немножечко также естественно округло постараться это даст возможность больше простимулировать появление почек там и не будет высота очень сильно я буду чуть-чуть выше делать так что у меня есть еще возможность вот этого вот места немножко здесь углубила и в то же время вот опять краешки которые длинные мы их обрезаем это нам простимулирует все на данный момент все я еще простригу ту сторону и будет готова а потом в конце лета или начал ли осени будет вторая стрижка тисы достаточно пока они вот формируют именно саму форму достаточно два раза в год стричь но иногда бывает три что-то выбивается и мы видим вот пойдет в рост опять сильно если мы видим что сильно пошло в рост а нам надо поддержать там пришли быстренько состригли просто верхушечку но в принципе два раза бывает достаточно постричь потом может быть чем сложнее форма тем больше стричь чем она более такая вот приближенная к натуральной то есть не какие-то там ровные кубические формы тем больше имеет возможность быть какие-то округлости и соответственно эти округлости гораздо реже можно стричь так что на данный момент все встретимся с ним ближе к осени подписывайтесь на канал увидите продолжение удачи а Продолжение следует...